ПЕСНЯ Он высокий, он голубоглазый, он метис. Мне его нагадали. Я 13 лет до него прожила с мужчиной. И приехала в гости к одной женщине. Говорит, давайте погадаю. Я в это вовсе не верила. Я говорю, ну давай. Она говорит, ты вот с этим проживешь, с кем ты сейчас живешь еще 8 лет. На тот момент мы жили 5 лет с ним. У тебя появится мужчина, у тебя появится любовь. Любовь всей твоей жизни. Но он будет у тебя метис. Какой метис? Я люблю русских мужчин. Вы будете очень счастливы, вы будете жить, у вас будет все хорошо. И она замолчала. Я думаю, она увидела. Чем все это закончится? Я вот так вот сделала один раз. Попала в плечо. Оказывается, я попала в артерию, в легочную. Потому что я помню сразу, вот это какая-то черная кровь, прям фонтаном. И вот он к раковине побежал. У него изо рта кровь пошла. Ну то он упал. Родилась я в городе Барнауле. В прекрасной семье. У меня замечательные родители. Мама, папа до сих пор живы, здоровы, слава богу. Ему уже по 75 лет. Папа у меня полковник. Всю жизнь проработал в органах. Мама агроном. У меня было очень хорошее счастливое детство. Это папа, это наши поездки с ним каждый год. Юга, моря. Да, везде. Были мы с ним везде. Детство замечательное. Мама у нас такой, вот, хранитель очага. Всегда нас вдвоем отпускала везде. Ну, потом школа началась. Вот в школе я встретила. Ну, можно сказать, его. Встретила его. Нам было по 13 лет. Мы даже никогда не подходили друг к другу. Мы разговаривали глазами. Разговаривали глазами и понимали, что мы до того друг другу нравимся. Но мы как-то боялись, наверное, подойти к друг другу. Мы уже когда выросли, когда встретились, разговаривали об этом. Он говорит, я всегда думал, ты голубых кровей. Ну, что к тебе не подойти, ты вот такая вся. Ну, а я всегда думала, да куда мне до него? Он такой красивый. Когда я его встретила, через 20 лет, он весь в шрамах. Он был в Чечне на войне. Был контуженный. Ну, и вот она Чечня. Вот так у нас получилось. Мы прожили 3 года. Ну, когда он был трезвый, было вообще все прекрасно. Ну, стоило ему только даже одну стопку выпить. Он начинал воевать. Он начинал воевать не со мной, а там. Ну, и получалось, попадалась я. Потом действительно, он когда приходил в себя, я понимала, что этот человек, он не помнит. Он не помнит, он очень переживал. Он так мной, не знаю, дорожил, берег меня. Поэтому вот, когда вот это все происходило у нас, вот эти вот драки, он так переживал, я не знаю, я не видела никогда таких переживаний, таких честных. И он перестал ездить в этот госпиталь. Перестал лечиться. Ну, и вот это все прогрессировало сильно, сильнее и сильнее. Я виновата сама. Я же понимала, что ему нельзя выпивать. Ну, какие-то дни рождения, какие-то все надеялось, а вдруг, а может. И вот ходили мы в эти гости. Хотя я могла сидеть дома и никуда его с собой не брать. Чтобы и он не ходил бы. Ну, видать, мне надо было вот это. Я виновата во всем. Он очень быстро пьянел, очень быстро дурел. Это был зверь, это ломалось в доме все. Там, если я где-то успевала убегать, бывало, я не успевала. Вот, когда не успевала, получалось страшно. Он бил, он душил. Ну, и при этом не понимаю вообще, что он делает. У него вот были там война. Он не отошел от войны. Когда он шел в тот день на меня, я махала ножом. Человек просто шел. И когда он уже лежал мертвый, я увидела вот эти руки, которые были, ну, давайте честно говорить, до мяса разрезанные. Я тогда поняла, что он даже ничего не чувствовал. Он просто шел убивать. Не было там ни ой, ни ай, ни там, что больно. Нет. Он просто шел. Я даже не понимала, что я попадаю по нему. Я просто думала, я по воздуху махаю. Ну, напугать. Нет. Вот, представьте. Человек боли не чувствовал никакой в этом состоянии. А началось все просто. Я ему сказала сделать потише музыку. Он очень пьяный, очень любил слушать громко музыку. Он вообще музыкальный, так сам по себе был. А у нас за стенкой соседи, у нас дом трех хозяев. Маленький ребенок. И вот соседи очень часто жаловались, что музыка громкая. Я ему сказала сделать потише музыку. Все. Вот тема для скандала. Он встал, он выбросил планшет и пошел на меня. Я как раз стояла. Я хлеб, по-моему, резала. Я не помню, что резала. Или холодец, или хлеб. Все, что у меня нож был в руках. Ну, потом я вот так вот сделала. Один раз. Попала в плечо. Оказывается, я попала в артерию. В легочную. Когда он лежал, еще мы ждали скорую. Он мне говорил. Это не ты. Говори всем, это не ты. И, наверное, поэтому я скорой сказала, что он такой пришел. Мы же не могли подумать, что он умрет. Но потом, когда приехала уже милиция, я уже поняла, что. Оперативнику я сказала, что да. Что это я. Просыпаемся мы в 6 утра. Одеваемся, заправляем спальное место, бежим на зарядку. 15 минут делаем зарядку, прибегаем. Быстренько пьем кофе. И идем в столовую на завтрак. Завтракаем, приходим, и у нас начинается уборка отряда. Убираем все в отряд. В 9 часов мы идем на проверку. Все, с проверки приходим, идем на работу, на вывод. Работаем мы с 10 до 4. Я работаю в банно-прачечном комплексе. Бригадир банно-прачечного комплекса. Стираем, моем, делаем все. Наверное, вот это свежее, чистое белье. Это как-то аккуратненько все складывать, развешивать. И то, что, наверное, вот мы вдвоем здесь, вот у нас коллектив, мы вдвоем. У нас все тихо, спокойно. Мы очень сработали с девочкой, с этой. Да, у нас хороший коллектив. Пусть он маленький у нас. Мы понимаем друг друга с полуслова. Частота же должна не только быть визуальной. Наша должна там еще быть. Я работала здесь еще в столовой. Работала на швейном производстве. Работала вот как только приехала в колонию. Отучилась здесь на швею. У меня третий разряд швейный. Ну вот, а теперь моя любимая прачка. Очень люблю свою работу здесь. Очень люблю. Не знаю почему. Хочется девчонок почище отстирать. Хочется вот этой чистоты. Вещи возьмешь, у меня на стирку зимние рабочие вещи. Здесь все одежда моя. Лили Филипповна? Здесь по две пары все. Да, Лили Филипповна. Ага. В сангары принесли. Все, все, поняла. Это хэллоошный? Да, это все хэллоошный. Там все на мою фамилию подписываю. Все, понятно. Пока вы годы стоите, постирайте. Хорошо. Я просто люблю здесь свою вот эту работу, потому что я ухожу на работу, и я там сама себе предоставлена. Я могу ходить, думать. Я занимаюсь любимым делом об этом. В это время я думаю о будущем, о своем. Ну вот как-то так. Нравится мне моя работа. Четыре года я вообще не поняла. Честное слово. Я не поняла, как они прошли. Вот пол срока моих. Я с 12 лет пеку тортики. Пеку тортики. Всегда родители приходили. У меня обязательно кухня вся грязная, но на столе огромный торт. Один раз я им делала кафе. Было первое, второе. Все у нас. Суп был, супница в большой стояла на столе. Ты дегустатор. Пойдемте к нам. Досок. Ну, я как-то вот в писанину ухожу. Я что-то пишу, какие-то делаю наброски для книги. Мне вот это понравилось. Я не думала, я никогда об этом не задумалась, что я смогу что-то написать. Я вам скажу, я лет, наверное, в 16 пыталась начать писать какую-то книгу, но это все детское, вот это вот, все это забросилось и забылось. Ну, мне тогда нравилось, что я писала. Я вот сейчас взрослая это понимаю, мне нравилось. Читаю. Я очень много читаю. Я перечитала здесь всю библиотеку. Я иногда сейчас прихожу в библиотеку, и мне нечего взять. Ну, потому что я все почитала уже. Свободен, свободен, он ждет тебя. Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали, осталась только пласятка с каменным креслом. Я здесь к Богу пришла. Я в Него верила всегда. Ну, здесь как-то... Люди же по-разному к Нему приходят. Кто-то от радости приходит, кто-то от горя приходит. Ну, вот я от горя пришла. Я очень много молюсь. Я очень много разговариваю с Максимом. Прошу Боженьку, чтобы он его к себе туда взял. Дочи наш, иже есть его небесе. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твое. Як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам здесь. И остави нам долги наши, як же и мы оставляем должников нашим. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавок. Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Он мне очень часто снится. Я помню сон, вот они как реальные эти сны с ним. Они до того реальные, он нас всегда обнимает. Он во сне не разговаривает. Мы как-то разговариваем, я у него всегда прошу прощения там. Ну, я вижу, он простил меня. Я с этим жить буду всю жизнь. Это никогда не уйдет из моей головы. Я буду с этим жить всегда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...